Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня, понедельник, 26 октября, мы с вами прочитаем отрывок из послания апостола Павла к Колосинам, 2 главу с 13 по 20 стихи. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее у нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил к кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто-то не осуждает вас за пищу или питье, или какой-нибудь праздник, или новомесячий, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто-то не обольщает вас самовольным, смиренным, мудрым и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом. И не держать головы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлением?» Здесь, дорогие братья и сестры, апостол Павел продолжает рассуждать о том, как раскрывается вот эта тайна, тайна спасения человечества, что именно через Иисуса Христа, через Его спасительный подвиг, через Его смерть на кресте и через воскресение Его славное совершилось спасение рода человеческого. И вот как раз 13, 14 и 15 стихи, они вот говорят об этом событии. Потом уже наступает такая нравоучительная часть. Скажем, еще раз обратимся к 13, 14, 15 стихам. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». Речь идет о том, что Господь Иисус Христос прощает все грехи тем христианам колоссским, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, истребив, вот 14 стих очень важный, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Вот в этом месте, 14 стихе 2 главы, как и есть такое же параллельное место в послании к Ефесианам, но мы с вами просто его еще не читали, оно будет читаться позже. Вот в этих двух местах, параллельных, очень похожих, есть одна и та же неточность перевода. То есть перевод здесь достаточно сильно искажает само богословское понятие о спасении, о том, что спасение приходит через самого Иисуса Христа, через его личность, через его подвиг, через его крест и воскресение, как мы уже сказали. Потому что получается из 14 стиха, что рукописание грехов наших человеческих Господь, Иисус Христос, истребляет учением. Но это же, конечно же, неправильно, это неправда. Смысл того, чтобы Господь пришел в мир, было вовсе не в том, чтобы дать какое-то иное учение в каком-то теоретическом смысле этого слова. Что вот Господь сказал что-то, апостолы записали, мы имеем это учение, и вот этим учением прощаются наши грехи. Рукописание наших грехов раздирается, что называется. Нет, самим Христом происходит наше спасение, самой его личности, самым его присутствием в этом мире. И действительно выясняется, если мы с вами посмотрим оригинальный текст, что здесь есть недочет, очень серьезный недочет переводчиков. Вот это слово «учением» скорее правильнее будет перевести как пункт закона, постановление закона, то есть конкретное постановление закона Моисеева. И это слово, получается, относится к рукописанию, то есть рукописание по всем пунктам закона. Получается, что Господь истребил своей крестной смертью, своим воскресением, бывшее о нас рукописание по всем пунктам закона. Вот как правильно будет перевести вот это место. То есть действительно Господь истребил рукописание наших грехов по всем пунктам закона. Вот везде, где мы согрешили, во всяком пункте, там, соответственно, было это записано, условно говоря, было это рукописание грехов наших, все наши грехи и недочеты где-то записываются, в определенной книге символической. И вот Господь по всем этим пунктам это рукописание истребил, разодрал. Вот как правильно будет понимать это место. И очень важно понимать его именно правильно. И далее 15 стих. «Отняв силы у начальства властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой». Здесь тоже такой очень интересный образ начальства власти. Имеется в виду, конечно же, духи тьмы, духи злобы, как мы помним в послании к Эфессиным, они еще называются, вот все те служители дьявола, которые в конечном итоге человека пытаются через его грехи уловить. И вот сказано, что Господь через крест отнял у них силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. Это такое описание победы военной, потому что здесь те слова, которые есть в оригинальном греческом тексте, они свидетельствуют о том, что здесь апостол Павел именно пользуется описанием победы Христа, параллельно тому, как это могло бы быть описано, например, какое-то военное поражение, то есть что Господь как победитель, как тот, кто одержал победу, он отнимает силы, то есть разоружает эти начала и власти, и подвергает их позору вследствие своей победы. А дальше апостол Павел дает такую некоторую норовоучительную часть. Итак, никто не осуждает вас за пищу или питье, или какой-нибудь праздник, или новомесяч, или субботу, это есть тень будущих, а тело во Христе. Апостол Павел говорит о том, что все вот эти вот постановления, в том числе иудейские, связанные с пищей, питьем, праздниками иудейскими, новомесячами, или даже субботой, суббота тоже величайшее постановление Ветхого Завета. Вот за всё за это, соблюдайте вы это или не соблюдайте, никто вас да не осуждает. Это всё тень будущего, а тело во Христе. То есть, собственно говоря, пришла сама благодать, пришёл Христос. А всё то, что было в Ветхом Завете, это была такая тень от вот этого будущего пришествия Христова. Мы видим, что полемика здесь апостола Павла, она схожа с полемикой в послании к Галатам, с вот этими вот иудействующими лжеучителями, и с теми лжеучителями, которые описываются в послании к филиппийцам, когда апостол Павел, помните, говорит, берегитесь псов, берегитесь обрезания. Здесь проблема отчасти схожая, хотя вот в 18 стихе мы видим, что есть проблематика иная. «Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрым и служением ангелов, торгаясь в то, чего не видел, безрассудно добиваясь плоским своим умом». Вот видите, здесь ещё речь идёт о каком-то служении ангелов. Ну, это свойственно было больше гностицизму, о чём мы уже немножко говорили, что было такое направление религиозное и до христианства, и во времена христианства, да и раннего христианства и сейчас новые современные гностики тоже имеют место быть. Когда есть попытка соединить воедино, можно сказать, какие-то учения разнообразные, создать какую-то определённую иерархию. И вот, скажем, Христос в этой иерархии гностической, он занимал высокое место, но всё-таки он был одним из вот этих вот духовных лидеров, если можно сказать, этой иерархии. А ангелы – это были те, которые пониже, но, тем не менее, они тоже были важны. Нужно было обращаться к самому Богу не только через Христа, но и через вот этих вот ангелов. И там выстраивалась тоже целая соответствующая иерархия. Ну, кто, может быть, когда соприкасался с эзотерической литературой, там, скажем, с той же Еленой Петровной Балавадской, да, которая так много пишет и которую много критикуют наши религоведы и сектоведы, ну, ведь подобной литературой, то вы могли увидеть, что там вот эти все иерархии, они расписаны очень подробно. И вот в древности было что-то приблизительно то же самое. Когда была попытка разложить все по полочкам, определить эту духовную иерархию, и вот служением ангелов апостол Павел, возможно, собирательно называет вот это религиозное направление, связанное с установлением этой иерархии, с почитанием каждого члена этой иерархии. И вот апостол Павел здесь говорит, что не надо вам обольщаться этим самовольным, смиренно-мудрым и служением ангелов, да, самовольным, смиренно-мудрым. То есть, дескать, до Христа еще нужно каким-то образом через вот этих ангелов, что называется, достучаться, да, донести свои, допустим, молитвы, вот. И вот поэтому апостол Павел называет это самовольным, ложным, смиренно-мудрым, что, дескать, из-за смирения, да, вследствие своего смирения эти люди не дерзают напрямую, чаят спасения от Христа, да, а нужны обязательно какие-то еще между человеком и Христом дополнительные посредники в виде вот этой ангельской иерархии, именно в том виде, как ее видели эти гностики. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы с вами сегодня читали отрывок из послания апостола Павла к Колосиным, вторую главу, с 13 по 20 стихи. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем великая отрада и утешение и наставление. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Слово Божие, Господь, Господь.